Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Мария Изарко, заместитель директора Рязанской областной филармонии. Здравствуйте, Мария Юрьевна. Добрый день. Сегодня хотелось бы с вами поговорить о фестивале «Кремлёвские вечера». Обычно, когда заканчивается сезон, заканчивается весна, приближается лето, большинство музеев, театров прекращают свою работу или ведут её не так активно. Но у вас, я так понимаю, самое интересное только начинается. У нас самый интересный круглый год. Филармония живёт в формате нон-стоп, мероприятие за мероприятием. Только что отгремел Всероссийский хоровой фестиваль, сводный хор в День славянской письменности и культуры. И филармония уже готовит следующий проект. Это пятый фестиваль искусств «Кремлёвские вечера». Небольшой юбилей у нас. Фестивалем и вдохновителем фестиваля является Сергей Анатольевич Осилков, наш маэстро. И уже пятый год в Рязанском Кремле при поддержке правительства Рязанской области, Министерства культуры и туризма Рязанской области, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, Рязанская филармония проводит цикл концертов в формате open-air. Все рязанцы приглашаются на наши концерты. Концерты совершенно бесплатные для публики. И в этом году, так как небольшой юбилей, наша программа довольно обширная. Если позвольте, я перечислила бы все дни фестивальные. Открываемся мы в этом году 5 июня. Пятый фестиваль, 5 июня, концертным исполнением оперы Римского-Корсакова «Царская невеста». На сцене главные будут исполнители Рязанский губернаторский симфонический оркестр. И мы приглашаем 10 солистов московских музыкальных театров, лучших исполнителей. Они будут исполнять главные партии этой оперы. 6 июня традиционно мы празднуем День русского языка, Пушкинский день. Будет исполнена программа, музыкально-поэтический спектакль «Старомодное признание». Гостями этого вечера станут российский актер театра и кино Вениамин Смехов, его дочь, заслуженная артистка России Алика Смехова, и гитарист Роман Зорькин. В их исполнении прозвучат поэтические сочинения поэтов Золотого и Серебряного века, русских поэтов. 8 июня в 15.00 мы проводим концерт «Юные дарования». Героями этого дня станут дети, обладатели премии губернатора Рязанской области «Юные дарования» в области музыкального, изобразительного, театрального искусства. В сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра лучшие представители этой премии будут исполнять музыкальные сочинения. Также состоится торжественное награждение лауреатов этой премии. 9 июня у нас необычный день. 9 июня в гостях у фестиваля «Кремлевские вечера» фестиваль «Музыкальная экспедиция». К нам в гости приезжает Борис Андреянов, филончелист с музыкантами. Он уже полюбился нашему рязанскому зрителю, потому что неоднократно выступал с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром. И рязанской публике будет предложена интересная программа тоже в сопровождении нашего любимого оркестра под управлением маэстро Осилкова. 10 июня в 19.00 у нас хоровой день. Концертная программа называется «Хоровое содружество России». К нам в гости приезжают лучшие хоровые коллективы филармоний России. Мы ждем мужской хор Воронежской филармонии, хор Тверской филармонии «Русский портес» и Белгородский камерный хор. И, конечно же, будет звучать и рязанский камерный хор, который был создан совершенно недавно. Ему в этом году исполнится только два года. Но он уже набрал силу, он является главным исполнителем хоровых партий во всех областных мероприятиях. Поэтому этим вечером рязанцы смогут насладиться хоровой музыкой. И необычное завершение этого вечера будет то, что все четыре хора споют вместе, будут звучать пять русских хоров на стихи русских поэтов Георгия Свиридова. И дирижировать этим новым сводным хором из лучших филармонических хоров будет каждый из дирижеров коллектива. То есть вот такой необычный будет формат. И завершим мы наш фестиваль традиционно 12 июня, в День России. И в этот день будет звучать кантата Сергея Прокофьева. Это дань юбилею композитора, который мы только в апреле отметили, Александр Невский, исполнители Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор и солистка Московского музыкального театра Полина Шамаева. Поэтому мы будем рады видеть всех рязанцев, гостей города в эти дни на наших концертных мероприятиях. Хотелось бы сакцентировать, что все концерты проходят в 19 часов, и только один детский концерт в 15 часов. Мария Юрьевна, вот тогда, пять лет назад, каким образом вообще родилась идея проведения этого фестиваля именно на такой, на открытой площадке в Рязанском Кремле, можно сказать, в таких исторических реальных декорациях? Очень многие города, у которых есть возможность проводить Open Air фестивали в исторических декорациях, давно уже проводят такие мероприятия, Псков, Нижний Новгород. Сергей Анатольевич пять лет назад, восхитившись нашими архитектурными прелестями Рязанского Кремля, вот предложил, что совершенно будет органично, если классическая, академическая русская музыка, напомним, что это фестиваль русской музыки, русского искусства будет звучать в этих исторических декорациях. Как обычно люди, зрители на это реагируют? Насколько охотно они приходят именно на такие события? Ежегодно количество зрителей фестиваля пополняется. В прошлом году у нас было увеличение публики на тысячу человек. С каждым годом все больше рязанцев узнает, ждут этот фестиваль. Даже несмотря на погодные условия, каждый концерт фестиваля насчитывает не менее 700-800 человек. Самое большое количество обычно, конечно, бывает на открытии и на закрытии около полутора тысяч. Мы надеемся, в этом году у нас новый подход к рекламной кампании, к пропаганде этого фестиваля, к информационной пропаганде. Мы надеемся, что публики будет еще больше. А в плане размещения людей на этих площадках? Мы готовим уже традиционно, мы готовим импровизированную площадку зрительного зала, расставляем стулья. Очень много публики, особенно молодежь, с детьми приходят с пледами. То есть рязанский Кремль разрешает размещаться на газонах. Такой свободный формат для отдыха. Ну вот в последние дни действительно погода преподносит нам сюрпризы. Может быть, не всегда очень приятные. Но тем не менее, если вдруг будет вот такая дожидливая погода... Концерты не отменятся ни в коем случае. Даже вот показал День славянской письменности культуры. Несмотря на то, что у нас не было крытой сцены, а в фестивале, в принципе, музыкантам удобно, мы используем крытую сцену. То есть даже если будет дождь, музыканты будут играть, и музыка, академическая, классическая русская музыка будет звучать. Поэтому если рязанцы не испугаются дождя, все пройдет. Вот концерт Дня славянской письменности показал, что рязанцы не боятся ни дождя, ни холода, ни ветра. Они любят русскую академическую музыку, они приходят ее слушать. Мы надеемся, что погода будет благосклонна, все получится. И советуем рязанцам посетить этот замечательный фестиваль. Мария Юрьевна, спасибо большое, что сегодня к нам пришли. Спасибо. Мы желаем вам успехов, удачи и надеемся, что вскоре снова увидимся. Ну что ж, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова